Приветствую вас, и вами описаны два элемента, вина и тревога. Не совсем понятно, как на временном отрезке и промежутке чувство вины и тревоги себя проявляет. То есть вы пишите, что последние четыре года вы испытываете тревогу, последние четыре года вы испытываете тревогу, но вроде как в напряжении вы находитесь от чувства вины в постоянном. Но постоянно это тоже, на мой взгляд, довольно такая условная история, в том смысле, что когда-то, я уверен, у вас этого не было. Итак, первичным чувством является вина. Вина отвечает за подавление. Вина отвечает за контроль. Вина отвечает, по сути, за совесть. То есть ваша совестливость, это всё из чувства вины. А тревога возникает уже как результат действия чувства вины. Значит, избавляться, именно избавляться от чувства вины не нужно, а скорее нужно раскрыть его. То есть, понимаете, ведь за чувством вины всегда стоит какая-то мысль, за чувством вины всегда стоит какая-то история. Например, вы говорите, что обвиняете себя, допустим, за то, что вы не можете помочь. Но для чего помогать? Зачем помогать? С какой стати помогать? Да? С какой стати вы должны помогать, например, абсолютно незнакомым людям? Какой ценой помогать? Это тоже важный момент. Цена. То есть, одно дело, если вы, ну, помогаете тем, кому можете помочь, да, кто находится в, так сказать, доступе вашем, и совсем другая история, когда вы не можете помочь, или можете помочь, но это очень затратно. Вот. В общем, здесь важна, скорее, сама идея. Сама идея здесь важна помощи, здесь важна сама идея вот этой вот позиции, что вы должны помогать, да? Вот. То есть, совершенно очевидно, что данная позиция была вам, ну, скажем так, внушена, да? То есть, эта позиция, она, по сути, не ваша, не ваша. Что позиция, по сути, кого-то из ваших родительских фигур, которые принуждали вас, вот, к тому, чтобы вы делали это, помогали это. Итак, первое, что нужно сделать, это выяснить природу самой этой идеи, да, идею помощи и природу совести, которую вы слышите периодически. Это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать, это ответить себе на вопрос о том, для чего это лично мне. Зачем это мне? Зачем мне помогать? То есть, ну, если я помогаю, да, то зачем? Вот. Ну, и, соответственно, тут нужно, конечно же, смотреть именно историю, да? То есть, нужна история, нужна история развития вот этого вот чувства вины, да, и совести. Вот. То есть, это голос вашего внутреннего родителя надо, должна, обязана, но кому надо, кому должна и почему обязана, Это большой вопрос, на который вам начинается ответ. Да, то есть разобраться, где вот в этом вы сами, ваша личность, а где в этом ваши родители, которые как бы диктуют вам в данном, ну, в данном случае, в данный момент, что вам делать, что вы должны делать, что безусловно является неприемлемым, абсолютно неприемлемым. Вот. Тут нужно отделить, чувство вины вы испытываете на автоматизме. Потому что вы так привыкли, вы привыкли, что это, вот, верный путь, что это единственный путь, что это нужный путь, и, собственно говоря, всё. Здесь нужно анализировать, критически мыслить и так далее. Возможно, возможно, есть некоторая выгода для вас в том, что вы, вот, испытываете это чувство вины и, собственно, вы, ну, пребываете в определённой, значит, ну, в определённой позиции, в определённой несвободе. Вот. Вот. То есть, что ж, нужно рассмотреть ситуацию с таких критериев. Обязательно поисследовать ваши отношения с родителями. Обязательно поисследовать детские, детские переживания. Переживания в детстве по поводу всё того же чувства вины. Например. Это всё очень важная история. Всё это очень важный момент. И вот, когда вы уже научитесь отделять, значит, то, что касается вас и то, что хотите вы и делаете вы, к примеру, от того, что хотите не вы, а хотят другие люди с какими-то своими определёнными целями. Вот. Тогда чувство вины и уйдёт. Но, с другой стороны, с другой стороны, у вины есть и свои позитивные аспекты. То есть, вина это может быть, вина может быть регулятором определённым, вина может быть определённым направлением в вашей жизни, вина может быть свидетельством того, что вы действительно сделали что-то не так. Поэтому я предлагаю вам не издавляться от вины, а набрать на её состав, на её квитэссенцию, на её форму. Если в результате чувства вины вы можете сделать какие-то выводы и один раз, подкорректировав своё поведение, больше чувства вины, к примеру, не испытывать, то такого чувства вины, наверное, издавляться только не стоит. Но при условии, если, конечно, вы не наносите себе вред своими выводами. Да? То есть, если вы себе не вредите. Здесь, кстати, ещё желательно определиться с понятием вреда и пользы для себя. То есть, что для меня есть вред мне и что для меня есть польза мне? Как я это понимаю, грубо говоря? Дальше идём. Что касается тревоги, да, что касается тревоги, то тревога здесь, тревога здесь, это скорее, знаете, ну нечто связанное с тем же подавлением, то есть, для меня ваша тревога это свидетельство и следствие того, что испытывая, например, постоянное чувство вины, да, вы, условно говоря, забываете о себе, условно говоря, вы не прислушиваете к себе, условно говоря, вы не делаете того, что вам нужно, того, что вы хотите, того, что вам необходимо и так далее. По факту, по факту, понимаете, вот. То есть, обстоятельства вокруг вас, грубо говоря, меняются, а вы сами, грубо говоря, не меняетесь, понимаете? Вы сами, остаетесь в той же, хотя это прямой вред, ну прямой вред вам. Потому что, как бы, неведовлетворенность, которая есть у вас, она копится, 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 и вот в итоге вы чувствуете тревогу. Я предлагаю, что вам также знакомы чувство стыда, то есть, непринятия себя. Это непринятие себя и отрицание того, что, ну, является неотъемлемой в основной части вас. Поэтому, здесь очень важно, с одной стороны, выявить ваше желание, чего вы хотите, отделить ваше желание от желаний, например, других людей, в частности, ваших родителей, к примеру. Вот. И посмотреть, что именно и почему вы себе не принимаете, если такая история есть. Ну, а скорее всего, скорее всего, есть. Скорее всего, это присутствует. Ну, соответственно, соответственно, такие вот аспекты вам необходимо проработать с психологом. И постепенно, учась прислушиваться к себе, вырабатывая свои собственные критерии вреда и пользы, вырабатывая свои собственные критерии восприятия, да, вы будете не избавляться от свины, как сейчас вам хочется, а скорее вы будете использовать, вы будете использовать ее, использовать это чувство для себя же, себе же на пользу. Понимаете? Вот. И это будет вам идти только во благо. То есть, конечно, сейчас я понимаю, что вы хотите избавиться от чувства вины. Я понимаю, что вам оно дается очень тяжело. Вот. Я это прекрасно понимаю. Но, тем не менее, тем не менее, ситуация выглядит именно так. Ведь, как бы, внешние голоса, которые вы, ну, к примеру, слышите, да, то есть глаза ваших родителей, обвинения, они будут с вами всегда. С ними нужно учиться жить. Нужно учиться жить и учиться с ними договариваться. И в этом я могу вам помочь. Ну, не только я, но и любой специалист в области психологии может вам помочь. Вот. Как, как, как жить, проживаете вы, если испытываешь страх, тревогу и переходит душевный убор? Презвучиться к боли, раскрыть ее. Боль – это сигнал, который вызывает вам ваше подсознание, чтобы вы все это поменяли. Страх – это запрет на то, что вы хотите. Ну, а тревога – это, по сути, аналог боли. То есть тревога – это, по сути, есть боль. Тревога – это такой уменьшенный сигнал о том, что вам что-то ну и на меня. То есть, грубо говоря, сейчас вы живете без царя в голове. Грубо говоря, сейчас вы живете без собственного управления, под внешним управлением вы живете. Под управлением вины и страха и так далее. Это все не вы. Прямо вам так и тяжело. Ну, обращайтесь. Научим вас жить своей головой и своими чувствами. Научим прислушиваться к чувствам, к желаниям. Ну, вот. Обращайтесь. Если остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Небольшой подскриптум. Мне показалось, что вы не уверены в себя. Поэтому, пожалуй, первое, с чего бы вы могли начать перемены в своей жизни – это занятие тем, что вам нравится и от чего бы вы получали для себя исключительно процессуальное удовольствие. То есть, исключительно удовлетворение от процесса, не от результата. Вот. Это ваш прямой путь к нам, чтобы стать более уверенной. Ну, сейчас, на данный момент. Вот. Продолжение следует...